То, что происходит в данном случае на портале МДМ. МДМ. Они даже назвать не могут как следует этот паблик. И я думаю, что дело не в том, что им запретили называть МДМ, МДК, а потому что они просто не сведущие. Они не соответствуют духу времени, они не понимают, что такое и где это происходит. Они просто увидели, как, наверное, в их представлении картинка, где написано, значит, про могилку и Жанну Фриске, она просто во всем интернете лейтмотивом летит, блядь, через все сайты. Это такая же картинка, которая появляется каждые три секунды, каждые полсекунды в десятках соцсетей, в тысячах пабликов. Ну, то есть совсем отсутствие понимания какого-либо. Паблик, и эти, я даже, мне трудно назвать этих людей людьми, потому что это просто, это за гранью, за гранью, наверное, какого-то человеческого восприятия. Это все одно, что, ну, это, наверное, приравнивается к какому-то вандализму. Да, если бы Жанна Фриске была, например, будкой телефонной или памятником, но это просто певица, поп-певиц, даже не рок, даже не фолк и не кантри, не классический инструменталист. Блядь, это певица, которая поет про ху-ху-ху-е, и а я все летала. И язвить над этим, да и вообще над людьми, над смертью. Я понимаю, что, конечно, многие вещи к нам пришли из-за океана. Вооооооооо! Да, да, что ли? Вы должны любить западные сериалы, вы должны любить западные сериалы. Бладущая, можете помолчать, когда говорят, когда, говорят, женщины... Нормальный аргумент. Твой ситком, Даша Букина, это франшиза, франшиза Запада. Почему? Почему тебе не нравится тогда все, что проходит с Запада? Почему тебе не нравится этот юмор? И сразу начинается тыканье, начинается затыкание вот этих людей, видите этого чувака? То есть он не очень добродушно выглядит, он видно, что он хочет дать в лицо Гудошникову. Они ахуели вводить ценз в соцсети общества саморегулируемо. Если у нас зрители жрут говно, то говно появится. Закрывайте МДК, появится новый паблик. У них просто нет инструментов в соответствующем времени и действительности этой динамики, чтобы быстро закрывать паблики. Пока они закроют паблик, сколько прошло времени? Вот сначала Буча этой картинки, как подняли Бучу, и вот до этого эфира огромное количество времени. Можно было 50 пабликов-миллионников создать. Единственный вариант для них это закрывать соцсети, но попробуйте закрыть соцсети. Что получится? Северная Корея, получится общественное возмущение похлеще. Пусть уж лучше дети шутят про дохлых Фриске, мертвых Кобзонов, потенциально мертвых, потому что вы скоро увидите, как он выглядит, и безмозглых персонажей западных ситкомов. Вот один из подписчиков этого сайта, что скажет он? Это сайта, на котором так цинично шутили о смерти Жанны Юлия Онешко в нашей студии. Так, Юлия Онешко, вот это весело будет. Ну, начнем с того, что Юлик это не подписчик МДК. Это просто видеоблогер, у которого есть что сказать по поводу черного юмора, ну, ввиду его деятельности, и что сказать по поводу этой ситуации. Но они, понимаете, они называют вещи не своими именами, чтобы произошел именно конфликт, чтобы вот этот вот метросексуальный хач-парикмахер начал гнать на него, чтобы все на него огрызались. Не успев сказать слово, у них уже образовался образ, типа, это подписчик МДК, ему нравится юмор МДК. Обратите внимание, обратите внимание, Борис Корчевников, ведущий, он не останавливает этот срач. Он ходит и смотрит, кивает головой, что-то там поддакивает, но он не останавливает. Хотя он может это сделать в любой момент. Просто, когда градус поднимается настолько, что может начаться драка, тогда он остановит. А до этого он смотрит, как сцепились два лагеря, или как они налетели просто на одного человека, на Юлика. И я просто стоял за сценой, рубаху, блядь, на себе рвал, потому что оно, они охуели. Я хотел выскочить, меня и, блядь, не выпустили, сукины дети. Все взяли и налетели на парня, но это просто пиздец, просто звери, просто какая-то абсолютно быдлячья натура, я по-другому не могу сказать. Он еще даже не спозиционировал, кто он такой, как он относится к юмору. Они выхватили одно слово и все, у них срабатывает. Это как дядь, который на заборе написали, трибука. Да, да, да. А ты же этот забор. Я, давайте не будем тупать, я не забор, не я сделаю эту картинку, не нужно говорить, что это шутка. Не нужно не я задавал. Они не услышали, не услышали. Человек сказал, что он не имеет отношения к этой картинке, но они хотят поорать, они как псы. Вы пришли бы, блядь, и извинились. Блогер, который пришел высказать свое мнение, он должен прийти и извиниться. Те, кто сейчас в студии, я должен извинять. Погодите, секундочку, секундочку. Потому что они живы. Она не умерла, Жанна Фриске. И она нас слышит и смотрит. Человек, блядь, не слышит и не смотрит, даже когда он еще реально жив, блядь, в коме. Она уже говорит, что труп, который, блядь, разлагается где-то на глубине трех метров под землей, на одном из дорогих московских кладбищ, или где она там закопана, слышит, блядь, и видит. Маманин, извините, пожалуйста, это очень смешно, это очень смешно. Ты меня, блядь, ты меня, бацарь, я старше тебя, ты меня не бери. Я, я, я извиняюсь. С какой стати, если старик несет околесицу или впал в маразм, задача молодого как раз таки заткнуть и перебить его. Самый худший аргумент, типа, я старше тебя, не смею меня перебивать. Я старше, значит, я лучше, я умнее. Пошла ты. Ты меня не перебиваешь. Хорошо, давайте. Не перебивай. Вопрос ко всем в студии. Вы когда-нибудь слышали анекдоты Василия Ивановича Петича? Который умер? Да, умер. А вы смеетесь? Я уверен, каждый из вас смеет. А можно я кричать? А? А? На смерти твоей мамы рассказывали анекдоты. И как? Если они будут, ты хочешь? Если они будут хорошими, это плохая шутка, согласен. А если это будет хорошая шутка, кстати? Я тоже полностью разделяю. Я вообще за то, чтобы над моей смертью издевались просто сколь угодно. Чтобы шутили, чтобы называли меня ничтожеством, вспоминали все мои худшие грехи. На фоне этого придумали какие-то шутки. Можете прямо сейчас начинать. Мне все равно, потому что когда я умру, не будет уже наблюдатель, который скажет, мне неприятно, мне обидно, вы оскорбили мои чувства, я буду просто ничем. И многие просто не могут это представить, не могут. Им кажется, что жизнь вечная, что даже после смерти вы увидите с неба рядом с боженькой, скажешь ему, Иисус, посмотри, ты видишь, там издеваются надо мной несправедливо, как? Не будет такого. Вы просто исчезнете навсегда. Помню, что анекдоты про Чапаева, это анекдоты все-таки про киноперсонаж, а не про живого человека. Как бы Чапаев, Чапаев это реальный человек времен гражданской войны, который был убит выстрелом, блять, с берега, будучи плывшим по реке. Это тоже не лучшая смерть, я вам скажу. Прикиньте, вы уплываете в ужасе, и вам еще вдогонку в спину стреляют, блять. То есть, наверное, у Чапаева есть родственники, есть какие-то прапраправнуки, им, наверное, тоже неприятно, может, не такую же фамилию носят. И Жанна Фриске, хорошо. Чем она отличается от Чапаева, кроме того, что у нее нет тусов? Это тоже, Жанна Фриске, это образ, это персонаж тоже, можно сказать, кинематографичный, потому что стереотип, который у нас сформирован благодаря клипам, обнаженка, эротика, сексапильная фигура, никто не будет отрицать, что Жанна Фриске стала популярна по большей части из-за ее сексуальности. То есть, она не берет, блять, сколько там, 4 октавы, как Кристина Агилера, да, у нее маленький диапазон голоса. Она известна благодаря сексуальности. И эта сексуальность, это элемент киношности. И она точно такой же персонаж, как Василий Иванович. Почему нельзя, блять, смеяться над Фриске киношной? Можно? Соучредители этого паблика МДК, этого сайта, на котором появились... Соучредители паблика МДК. Вау! Вау! Грузин-парикмахер или кто он там выскочил прямо с дивана, как пробка в ужасе, боже мой! Сатана, Иуда, Люцифер, блять, антихрист, все на одном диване в образе этих двух людей молодых. Я примерно представляю, кто они такие, и могу сказать, что ничего плохого в них нет. Это просто рекламщики. Говорить, что они соучредители, ну это пиздеж. Они просто сделали самыми главными врагами этой передачи теперь вот этих ребят. Тогда я пришел как раз из-за этого. Вот я пришел конкретно из-за этого. Не твой, злой, как собака, что просидел час и не увидел создателей, сейчас он готов их просто разорвать. Вы понимаете, что вы на человеческом горе делаете один миллион долларов в год? Я уверен, что больше, и это прекрасно. Я надеюсь, чтобы, я вообще хочу, чтобы черный юмор зарабатывал просто какие-нибудь баснословные бабки, потому что черный юмор это просто классно, хороший черный юмор. Но, понимаете, блять, метволь бомбит от того, что они зарабатывают деньги на чужой смерти и кричит на людей, которые еще слова не сказали. И на самом деле, следующие 10 лет вы пройдете в чек-лисерах. Мы не являемся владельцами этого парка. Мы не являемся, но это как-то пропущено. Это ключи, которым это обречено. Леш, секундочку. Вот смотрите, я бы хотел нести нотки конструктивности. Тут никто... Послушайте, послушайте, ну можно мне сказать? Да, Иван, да. Нотки конструктивности. Никто никого не слышит. Гражданское общество в России очень плохо сформировано, потому что диалог неконструктивный. Я даже, я представляю SMM рынок, social media marketing, то есть Instagram аккаунты, YouTube аккаунты, каналы, там, кака и так далее. Давайте от него зарабатывать. Мы не оскорбятся, если вы взялись. Вы комментируете. Вопрос вам вообще понятен. Это то же самое. Можно спросить, блять, вот подойти к любому человеку и сказать, зачем ты 1 сентября 1939 года вошел в Польшу? Просто, блять, у прохожего в метро. И он скажет, вы знаете, я представляю просто гражданину Российской Федерации. Я работаю на заводе. И тебе начинают говорить, ты вопрос-то понял вообще, ты скотина, кто ты так? Вот такой же пиздец происходит. Ребята, он даже не дает сказать, но на них орут. И, блять, всем это нравится. Всем, всей кухне, вот этой адовой кухне телевидения, это нравится, все в восторге. Потому что все знают, что старухи на том конце экрана будут просто в восторге. Они будут негодовать, они будут там топать ногами. Но обратите внимание, самые адекватные люди, это люди, которые как раз таки про черный юмор говорят хорошо. То есть это Гудошников, это Юлик, это вот этот рекламщик, к сожалению, не помню имя. Можно объяснить, как построен SMM рынок? Есть... Не надо этого, нам не нужно понимать, как устроен этот рынок. Есть программица дозволена. Ну зачем? Ну не надо ничего рассказывать. Мы просто хотим, чтобы вы показали свою блядскую сущность, и мы раздавили вас, блять, всем залом, с аудиторией, которая не разделяет ваши... Блять, ну это действительно так. Вся буча и вся вонь, огромное количество, просто миллионы каких-то хороших, ну по большей части плохих шуток про Жанну Фриске появилось благодаря тому, что она оказалась в ящике со своим сбором средств. Ну не бедная женщина, а все равно собирала средства. Мы сейчас не будем об этом говорить, но факт все это фактом. Общество, интернет-общество, каким бы плохим ни было, оно отреагировало только поэтому. Есть огромное количество прецедентов, когда общество не реагировало, потому что не было инфоповодов, в частности Хворостовский, который сейчас конкретно вот умирает от рака, об этом не говорится, потому что он решил не афишировать это. Умер пару лет назад, если не ошибаюсь, Илья Сиголович, один из основателей Яндекса, чьи сервисы меняют интернет-пространство. В России, по крайней мере, это отрицать нельзя. И масштаб личности которого, наверное, покрупнее, чем у Жанны Фриске. Я сожалею, что они православные никогда не молились на ночь, не говорили в отче наш и ЖИСИ. И никогда не изучали Евангелие, которое призывало всех и к скромности, и призывало всех к уважению и любви друг к другу. На горе зарабатывают свои средства. Я хочу просто пожелать им перенести все те же болезни, которые перенесла Жанна. Я хочу, чтобы они познали, что такое болезнь, что такое горе. И чтобы у них не было возможности бороться. Они никому не нужны. Я благодарю. На секундочку, чтобы было понятно, я расставлю все точки нды. Иосиф Кобзон только что говорил сначала о том, что люди не изучают Евангелие. Сам он и изучает Евангелие, как я понимаю. Ну или изучал, да? В Советском Союзе, идеология которого была научный атеизм, когда он стал популярен. Иосиф Кобзон стал популярен в Советском Союзе. Это ни для кого не секрет. Он изучал тогда Евангелие. И мораль, нравственность христианская, она ему присуща. И в то же время, следующим предложением, Иосиф желает всем рака. Иосиф Кобзон, Иосиф Давыдович Кобзон желает всем рака. Едем дальше. Есть глобальный тренд. МТК не были его основателями. Это сделали, например, ознакомьтесь с таким. Вот вы смотрели Монти Пайтон шоу британское. Это имеет отличие от МТК. Нам тоже теперь голову отрезали. Блядь, такое передергивание. Такое передергивание. Блядь, ИГИЛ-то снимает, сука, что ли, юмористический ролик. Нет, конечно, есть определенный слой людей, которые смеются над этим. Но, тем не менее, ИГИЛ-это акт устрашения их ролики, да, ИГИЛ-а. Монти Пайтон, это комедия. Я допускаю, что Коробков считает, что Монти Пайтон убивали людей, захватывали... Ну, это британцы, наверное, они участвовали в войне. Ирландии с Англией, да. То есть, Ир-А, и вот эти вот повстанческие все настроения, бомбы, теракты в Лондоне. То есть, возможно, он об этом думает, об этом знает, да. Я не знаю, я думаю, что Монти Пайтон это гениальные комики. Меня просто, блядь, выбешивает, когда так передергивают. Просто, ну, это подмена понятий. И это поддерживается аплодисментами. Вот этот весь цирк, они, блядь, поддерживают подмены царяностей. И меня сейчас трясет прямо аж. Вот так выглядит, когда человек трясет, а не тогда, когда он пишет, меня аж трясет. Это 70 миллионов ежесуточно. Наша молодежь. Да, ежесуточная аудитория от самого популярного социальной... Прямо вот такие лица и глаза взяты. Прямо вот они внемлют, и они тоже осуждают. Это вот так вот выглядело бы, если бы я не знал, кто это такие. Ну, слева это человек с МЭДФМ, с моей альмаматора радиостанции, где мы шутим, шутили, по крайней мере, про педофилию, инцест, смерть, все, что можно. А справа Рома Механик, с которым мы отлично... Рома Механик Армянин, с которым мы прекрасно шутили без обид про геноцид армян. Вот, буквально на шаг, на шаг дальше всего этого шоу. Только вот заглянешь в щелочку на кухню, и волосы, блядь, втают дыбом. Смотрим дальше. Взгляните, какой просто за один день до 4 миллионов. Так что не надо говорить, что это все само. Вы делаете вещи... А почему бы не выложить, да, следующим днем, например, или просто в открытый доступ на сайте, как поднялась популярность паблика МДК в интернете благодаря вам? А я скажу, я смотрел, я следил за этим. На полмиллиона в сутки. На полмиллиона в сутки стало у МДК больше подписчиков. Как вам? Это называется антиэффект. Они сделали это сообщество еще более влиятельным, еще более масштабным. Это значит, шуток грязных, черных, жестких будет еще больше. Браво. Ну вот тоже поколение, и такой же молодой, и тоже блогер. Я не хочу сказать, что все молодое поколение такие, как вы. Вы зайдите на их канал, на канал Юрика, этого Юлика, на канал Ларина, это аморалы. Анти... Ну, блядь, хоть так меня вспомнили. И знаете, что самое забавное, что... То самое чувство, когда Рома Механик называет Юлика Антихристом. Я объясню, почему так произошло, почему случился вот такой вброс, типа, Рома Механик говорит, что Юлик и Ларин, блядь, скоты. И типа, ну, короче, короче, редактор отвела Рому Механика в сторонку. Он находился изначально в нашей, в нашей гримерке. И у нас все было схвачено. Мы вообще планировали перетянуть одеяло дискуссии на себя и просто разбить этих старперов в пух и прах. Но, так как, кстати, на стороне старперов и консерваторов, которые нихуя не смыслят в интернете, был Павел Микус. И женщина, депутат, как ее, Кожевникова, да, но они не смогли приехать, потому что Микус улетел в свой Владивосток. А Кожевникова, ну, видимо, там какие-то депутатские дела у женщин. Ну, поэтому, чтобы на всякий случай сделать больше сторонников вот именно консерватизма, Рому Механика, блядь, перекинули в другой лагерь. Вы прикиньте, человек пришел с одной точкой зрения, а редакторы сделали из его точки зрения другую. Это, блядь, вообще как? Посадили его в зал, как будто он случайный человек. Типа, ты должен сказать, что они все аморалы, они все антихристы, блядь. Ну, ладно, Рома, привет тебе, спасибо, что мой канал, по крайней мере, на телеке прозвучал. И вот, что сказал ему народный артист Советского Союза. Внимание! Уважаемый Иосиф Давыдович Кобзон. Вы хотели набить кому-то морду. В связи с этим я вызываю вас на Версус Баффу. Там можно проявить вербаемую агрессию и подраться. До встречи. Наверное, вот этот чувак, да, который записал видеообращение, он просто охуел. Он, наверное, просто не ожидал, что такое произойдет. Потому что такие видеообращения обычно направлены все-таки на зрителей. На зрителей Ютуба, в надежде, что видео разойдется. Но то, что его ролик поводит к своему Кобзону, он просто, блядь. Фок ГГ. И они ведутся на все это, понимаете? То есть, и Кобзон на полном серьезе говорит, фок ГГ, ты, чувак. Фок ГГ. Пора тебе сразиться с фамилией подобной твоей. Только чуть-чуть поменять ее. Фок ГГ. Все тебе любят... Фок ГГ. Я считаю, что надо это сделать боевым кличем. Только я еще не решил, среди каких групп населения, среди каких сообществ. Ну, ГГ, это, наверное, дотеры, да, там ГГ пишут в конце Good Game. Фок ГГ. Ну, блядь, сложно сказать. Но вот это зрелище, оно того стоит. Иосиф Кобзон, Народный оркестр России, сначала желает всем рака, а потом шутит. Как вот, знаете, это стопроцентная лексическая редубликация называется. Как Нефедов говорит, шутка-хуютка, так и Кобзон, только немножко на полшага дальше. Он говорит, фок ГГ, фак ГГ. Я думаю, не надо объяснять, насколько близко они Федов к Кобзону. Или наоборот. Появляйся, пожалуйста. Я во всяком случае, у меня хватит сил плюнуть тебе в харю, если уж не съездить по ней. Он даже не понял, о чем была речь. Он даже не понял, просто старого человека, телевизионщики старого человека, который уже впадает в маразм, понимаете, просто выставили дураком. Кобзон подумал, что речь идет о какой-то кулачной драке, или может быть о каком-то специфическом боевом искусстве. Нет, речь о версус-баттле, да, о стихах, о рифмах, панчах. Ну, вы понимаете, то есть, а он просто предстал перед интернетом. О слом, боже мой, какой стыд. Иосиф Давыдовича, уважаемого всеми в России, вызвали на баттл стихов, как я понимаю, я правильно понимаю. Баттл стихов. Нет. Вот здравую позицию, здравую позицию, то, что соответствует действительность, закрикивают, захлопывают, заулюлюкивают, переводят. Обычный парень. Ский парень обычный. Ну, парень в интернете. Вот эта блядская сфера, она таких людей, которые пытаются доказать истину, вроде Гудошникова, вроде Юлика, она их просто сожрет, блядь. Она их разорвет, она все нервы их выкачает. В конечном итоге, какой-нибудь, блядь, митволь задавит во дворе киностудии. То есть, совсем, ну, дурдом. Больше нет слов по этому поводу. Я вас прошу, я обращаюсь просто ко всей публике, потому что надо уважать, кто ушел в Жанноч. Подрезюмируем. Этот человек был посажен, чтобы подрезюмировать все, то, что произошло за эти полтора часа. Ну, хорошо, он сейчас подведет итог. Внимание. Привет, вы еще молодые. Мой совет, просто идите в храм, вы батюшки, исповедуйтесь, успокойтесь, ладно, хорошо, и вам будет легче. Семь бед, один ответ. Семь бед, один ответ. А как насчет 14-й статьи Конституции? Россия, Российская Федерация, это светское государство. Проблемы решать не обязательно только религии. Не обязательно, как бы, идти в храм, исповедоваться. Вот этого, чё, блядь, чё за насаждение? С какой стати я по федеральному каналу должен слышать о пропаганде религии? Так, так и как вы вразумит только те же испытания, через которые пришлось пройти Жанне Фриске, через которые проходит сам Иосиф Кобзон. Идите к Богу, и вас исправит только рак. Сохрани вас Бог, конечно, от этого. Но Бог. Всем пока, до свидания.